Коллеги, всем добрый день. Добрый день, Татьяна Викторовна. Мы продолжаем серию вебинаров по проекту SoftSkills или мягкие навыки. Тема нашего сегодняшней встречи – логистика курса, карты, этапы, маршруты. Этот материал подготовлен на основе нашей открытой публикации. Вы видите ссылочку с названием этой публикации. Вы можете посмотреть ее. Презентация, которая по сути будет представлять себя альбом практических схем, анализа практического опыта. Вы можете свободно скачать, нажав по кнопочке «Показать ресурсы». Вверху желтенькая папочка. В ней вы можете скачать. А также ссылки на наши вебинары. Еще раз добрый день, кто опаздывает. Вот теперь мы уже начали официально. Итак, мы все тщательно проверили. Мы включили запись. Мы будем ввести наше мероприятие по очереди, потому что убедились, что технология не позволяет записи сохранять синхронность общения разных участников. Поэтому будем включаться по очереди. Я сейчас проведу вступление, а потом начнем по очереди представлять наши наработки для вас. Вот такие вот шесть вопросов нашего сегодняшнего вебинара. В качестве введения мы вот тут уже до начала вебинара, добрый день, провели опросник и посмотрели, кто какие ресурсы использует. И многие коллеги используют разные онлайн ресурсы, онлайн решения. Но всех нас видим, объединяет то, что мы хотим что-то разместить, рассказать, представить некую учебную, увлекательную историю. Геймификацию мы уже проходили и запись на геймификацию вы увидите на прошлом вебинара. И мы хотим, что на итоговый экзамен все придут с этими бриллиантами, янтарями и прочими наградами. За каждый блок, за каждый юнит, за каждую тему будет ждать награда и студенты будут учиться прекрасно. Однако, к сожалению, на самом деле все гораздо хуже и сложнее. Мы даем занятия, задания, вопросы, даже вебинары проводим, размещаем какие-то супер танцующие гифки, смайлики. А на самом деле мы, уважаемые коллеги, и не только мы, но и зарубежные коллеги, здравствуйте, здравствуйте, Владимир Валентинович, особое приветствие, добрый день. Вот эти вот красоты на самом деле путают и шансы для того, чтобы идти дальше у них, теряются. Вот это вот мы и с вами будем рассматривать. И вот такое сравнение, когда поток реки, попав на плотину или преграду, начинает бурлить, появляются помехи, тормоза. Вот эта проблема очень часто возникает. И визуально вот эту активность, эту суматоху можно показать наглядно так. Вот вверху, так я стрелочку возьму, очень часто в онлайн-курсе имеется навигация одного и того же и справа, и слева, и по центру, где между... Так, зависло. Татьяна Викторовна, остановите Ваше вещание. Пауза. Отлично, продолжаем. Спасибо, Рина Константиновна. Далее. Границы между началом, между какими-то контрольными точками, между промежутками, конец раздела, где можно как-то выдохнуть, пойти дальше. Вот это все запутано визуально, логистически. Здравствуйте, Вера Экона, я рад, что Вы и тоже попали. Отлично. И дыра проекта в конце. А что же мы хотели, где эта радость, ради которой шли, вот эта финишная черта не всегда видна. Об этом мы сегодня будем говорить подробно, практически. И вот первый вопрос, за него отвечаю я, Юрий Николаевич Гованожкин, называется так. Озадачивающий головокружительный заголовок в Вашем курсе. И здесь мы используем понятие в журналистике, точнее у газетчиков, понятие выше сгиба, это все то, что находится выше сгиба, газета, которая лежит на вот таких вот развалах. Газетный. Там находится самое главное, что заставляет эту газету купить, обратить на нее внимание, эти журналисты пользуются. И в веб-дизайне, вот то, что выше сгиба, занимает верхнюю полосу. Вот пример, полет, выход Армстронга на Луну, вот именно с этой части сгиба, как один из примеров, что вот эту газету Daily Telegraph захотят купить более вероятно, чем другие газетные издания. Или для нас, для разработчиков онлайн курсов, или тех, кто применяет онлайн технологии, для нас главное, чтобы мы увлекли наших студентов, наших учеников, чтобы они выполнили, зайдя в наш курс. Но этого не происходило. Дело в том, что прежде, чем они даже желая зайти, записаться в курс, выполняют массу технических, логических действий, иногда запутывающих. Какие нужны действия? Вот это, допустим, сайт Международного Олимпийского комитета. Возможно, здесь вы не все видите, тут надо зарегистрироваться, выбрать курсы, почитать информацию, когда он начинается, заканчивается, кто его ведет, но и при регистрации тоже какие-то свои вопросы. Это время, это логистика. Сайт отличный, кстати, сделан на платформе Moodle, вы не поверите, но везде нужна какая-то подготовительная работа. Или вот на платформе OpenEDU, национальная платформа открытого образования, аналогично. Нужно посмотреть на название курса, кстати, он тоже называется логистика, когда заканчивается регистрация, как записаться, как зарегистрироваться. Все это определенные действия. И чем они яснее и понятнее, тем быстрее обучаемый поймет, что ему надо делать. Но это происходит не всегда просто. Нужно было заполнить форму регистрации, получить на почту письмо с кодом подтверждения. Вот как у Веры Яковлевны не получилось зайти в нашу вебинарную комнату, хотя вроде бы все было сделано правильно. Возможно, письмо попало в папку спам, а она отождет, она знает, будет вебинар. Но вот она молодец, она мотивированная, но такое бывает не всегда. Нужно посмотреть в почту, какие-то коды скопировать, ввести код регистрации и так далее. Это тоже все логистика, которая постепенно отвлекает внимание обучаемого. И мы должны об этом думать. Но что такое логистика в принципе? Давайте посмотрим определение, в котором многим известно, но в этом определении мы выделяем слово рациональное. Рациональность у каждого понимается по-разному. Я понимаю как получение как можно большего продукта, товара или услуги нормального качества за определенную стоимость. Лучше конечно за меньшую, но за фиксированную стоимость. Вот эта рациональность не всегда наблюдается в наших онлайн курсах. И мы сегодня об этом с вами поговорим. Давайте обратим внимание на практику. Мы здесь уже готовы. Виде вот эти слайды вы получите. Это для вас некий альбом решений. Мы всегда размещаем вверху заголовок, мы увидим примеры, логотип курса. А все остальные элементы, их может быть очень много, нужно как можно чаще стараться убирать в бок. Вот если говорить про Moodle, или гиперметод, или WebHuter, вы такие применяете, я уже понял, исходя из запроса до начала вебинара. вот эти все побочные вспомогательные ссылочки, как вебинар, серия вебинаров, или структура курса, что какие главы, какие вопросы, и так далее, они находятся в стороне. Ну, например, в OpenEDX на нашей платформе аналогично так и устроено. И вот эти вот иконочки, тут я привел вариант, их можно вот так визуально еще понятно коротко назвать, дать им имя, и они будут привычны обучаемым дальше. Или вот пример, я мой курс экономика, я выбрал в интернете свободные, бесплатные, такие иконочки, которые показывают различные виды активности уже даже без пояснений, без текста, но расшифровка, условные обозначения даются до начала обучения, они привыкли очень быстро, студенты, где какая иконочка обозначает, это все сокращение времени, сокращение объемов текста, всяких указаний, что надо делать на страничке курса. Хотя, с другой стороны, добрый день, Евгения Викторовна, Евгения Сергеевна, Анастасия Викторовна, с другой стороны, вот пример у курса Телегина, все условные обозначения у нее ограничиваются стандартными, во многих ЛМС, во многих платформах, в том числе и в решении Google, есть некие стандартные иконки, которые быстро становятся понятны студентам, что вот это форум, и это форум, а вот это опросник, диаграммочки. Следующий элемент, который сокращает восприятие студента курса, и мы рекомендуем делать такие перемещения, визуальные сдвиги, когда один вопрос перемещается вправо, это режим редактирования модул, в других платформах это может по-разному, но вот такие сдвиги облегчают восприятие, какое-то иерархическое ступенчатое построение лучше, чем просто колбасой полосой сверху вниз вести, это тоже логистика. Вот здесь вот в курсе у Татьяны Викторовны может быть не очень хорошо видно, но стрелочки нам помогают, она вот дает название, а потом какие-то сдвиги осуществляет. Вот идут ссылочки, а потом сдвиги означают логику, иерархию, ступенчатость. Или вот наш друг Павел Юрьевич Калиников тоже применяет, вот у него текстовое пояснение он разместил, а вот эти ссылочки он сдвигает вправо, а более верхний уровень основные материалы, метафоры, потом еще метафоры делятся на подраздел, вот так вот иерархически удобно и быстро дает нам понять структуру, логику, здравствуйте Алексей Александрович. Вот такие сдвиги, избавляя нас от каких-то сложных текстовых решений, помогают нам быстрее обучаемым понять, что от них хотел. А еще один пример усиления визуализации, вот у Татьяны ветераны она какие-то тематические смысловые виды активности задания она усиливает еще такими элементами графики. Тут надо что-то писать, а вот тут надо работать ручками, инструменты, потому что здесь все практика, у него в онлайн активная практика. Вот она так вот помогает, усиливает, обращает внимание и сокращает и себе время, избавляясь от каких-то методических пояснений, что надо делать. Подводим итоги первого вопроса, который подсказывает нам, что в онлайн курсах нужен привлекательный заголовок, текстовый. Добрый день, Валерий Иванович. Да, заголовок по программе по учебному плану, он стандартный, мы его не меняем, но может быть и там можно добавить, что это точка, это место, где мы отрабатываем эти дополнения к аудиторным занятиям, дополнение электронный ресурс, дополнительный материал при включении какого-то предмета, где они что-то могут достичь дополнительно. Вот эти иконки для структурирования, визуальный сдвиг и краткие пояснения графикой и текстом, это первый пункт. Он не последний, сейчас я останавливаю вещание, передаю вопрос, так, еще не передаю, извините, мы сейчас еще посмотрим примеры, извините, примеры оформления, по четырем вот этим вот пунктам, которые мы сейчас увидели. Вот, например, это сайт Сибирского государства, медицинского университета, здравствуйте, Инна Федоровна, у него очень необычная структурная подача. Вообще, этот курс открытый, это биология для подготовки к поступлению в медицинские вузы. Вот такой вот заголовок, они придумали вы сами, его в программе нет, иконки для структурирования у них отсутствуют, как видите, визуальный сдвиг отсутствует, может быть, он и не нужен, но все-таки он отсутствует, кратких пояснений никаких нет. Тем не менее, он смотрится компактно. Вот навигация здесь курса есть, так, так, все хорошо, блоки вот эти есть, ну вот так, не знаю, как вы оцениваете, по крайней мере, мы все эти элементы выделяем только лишь привлекательный заголовок, усиленный картинкой по биологии. Здесь информация, сколько преподавателей, там их 8 человек, 8 преподавателей. Вот это вот существенная информация, и в этом курсе можно записаться. Следующий практический элемент, мы смотрим также вот эти все показатели, насколько привлекательный заголовок Угущина, это наш один из авторов, школа проектного мышления, это его заголовок. И поскольку такие предметы есть у других преподавателей, здесь специально отделяется слышим, что это школа Угущина, А есть школы еще и других авторов. И вот он тут такие гайки размещает, здесь у него индикатор освоения курса автоматически работают, ссылочки и линейное построение. Никаких иконок тут нет. Здравствуйте, Светлана Ивановна. Визуальных сдвигов нет, кратких пояснений нет, но зато есть вот такой графический элемент, оригинально расположенный справа. Дальше идет длинная полоса различных видов активности. То есть признаки только на уровне заголовка есть, но так вот, чтобы структурировано и визуально было более понятно, пока мы не видим. Или вот пример у Татьяны Викторовны курс, это ее дисциплина, она ее реально применяет. Заголовок здесь самый простой, добро пожаловать и название курса. Визуальных двигов здесь пока нет, но они будут дальше. Краткие пояснения есть. У нее под каждым элементом текстовое пояснение. То есть здесь не графикой, а словами она поясняет, что надо сделать. Что делается в гостиной, мы не видим, там тоже есть пояснения, но вот такой вариант у нее подачи визуальной логистики у нее. Никаких тут картинок изображения она не применяет пока она использует далее. Вот такая вот практика. Или следующий практический элемент тоже наш автор Наталья Васильевна Шишлина. У нее очень все строго, очень все лаконично, никакой. Хотя курс ом-медиа, но у нее логистика очень простая, линейная, сверху вниз идет последовательно. Иконки структурированные стандартные, никаких она тут новшеств не использует, но обучение у нее прошло очень активно и проходит активно в этом курсе. Вот пожалуйста вам выводы. У нее вся суть вот в этих внутренних содержаниях, она все там выкладывает, отрабатывает по максимуму. Еще один пример, пятый, стартовая страница, тоже Татьяна Викторовна личная эффективность в обучении, но этот курс пока еще не готов, можно рекомендовать вот эти все моменты здесь усилить. Но здесь мы выделяем вот первую тему, она еще прежде чем еще не начала обучаться, а начинает им предлагать познакомиться, только потом перейти к занятиям. Вот такой у нее психологический прием. А вот теперь я уже передаю слово Татьяне Викторовне Добрый день уважаемые коллеги, кто подошел чуть позже. С первым вопросом входа в курс мы разобрались, с заголовками тоже познакомились и зайдя в курс очень часто студенты со всеми своими иллюзиями, фантазиями об электронном обучении как месте такой легкой развлекательной мультимедиа эфири разбиваются разбиваются большой барьерный риф или проблему первого блока первой темы первого урока. Пройдя огромное количество мучений наконец-то разобравшись как попасть в курс войдя познакомившись с материалами очень часто в этом месте у студентов наступает ступор. А первая тема первый урок первый модуль должны давать наоборот реальный толчок для дальнейшего прохождения обучения мотивировать почему так происходит откуда берется эта проблема связано это с тем что очень часто наши преподаватели мы сами как разработчики будучи увлеченными идеей и желанием как можно больше информации дать нашим слушателям в первый блок выгружаем огромное количество различного материала сразу стараемся погрузить их вот в эти глубины невероятно интересных курсов и предметов которые мы сами ведем и которые интересны нам побольше информации побольше проектов побольше заданий и в результате мы наш курс уже в первом же занятии превращаем в такой Эверест и первая тема если она является очень большой слишком сложной слишком долгой она мало мотивирует для того чтобы вот это восхождение к вершинам знаний преодолевать продолжать и в большинстве случаев действовать самостоятельно ну вот посмотрите пример курса студент заходит в курс обилие информации очень много различных пояснений очень много и это еще не все вот продолжение на этой же странице и это еще не все и Эверест продолжается еще ниже и возникает вопрос как со всем этим разобраться а с чего вообще начать следующий пример такого скрытого наверное Эвереста вроде бы принцип минимализма вроде бы есть навигация достаточно мало информации здесь ориентироваться казалось бы должно быть проще но весь этот Эверест оказывается скрытым под да взялось под вот этими вот этой панелькой вот весь Эверест он убран сюда если открываешь там надо совершить еще большое количество действий для того чтобы наконец разобраться с чего же начинать и не совсем удобная панель навигации без каких-либо пояснений с чего начать посмотреть ролики или отвечать на вопросы или посмотреть конспекты и вообще где они находятся вот это не очень удачное наверное решение у студента возникают вопросы возникает непонимание а мы предполагаем что студент уже должен уметь и владеть их техническими навыками и понимать прочитанное и уметь управляться с различными инструментами и особенностями той платформы на которую он зашел это еще и самодисциплина априори у них этого как правило нет и если упустить из внимания первый наш блок то наши обучаемые со всем этим обилием инструментов со всем обилием вопросов задания информации превращаются в такой тяжелый бомбардировщик который на взлетную полосу то вырулил а вот взлететь у него так и не получилось и если возникают проблемы с обучением если есть риск завалить предмет и не добраться до конца нашего курса чаще всего это происходит именно вот здесь в первой теме в первом задании в первых шагах что можно увидеть и вот в этой такой хронике пикирующих студентов в аналитике большинство из студентов которые в первом блоке испытывали трудности и его не прошли они до конца обучения либо не доходят вообще либо пытаются как-то добираться но с очень большими трудностями вопрос как снизить перегрузки вот этого начального этапа какие шаги можно предпринять какими советами можно воспользоваться для того чтобы сделать вот эти первые шаги максимально простыми мотивирующими здесь есть несколько простых советов которыми можно воспользоваться и о которых не стоит забывать ну первое название мы поговорили о увлекательных завлекательных названиях всего курса принцип для первого блока это назовите тему просто коротко четко и ясно ну вот пример из курса Юрия Николаевича все достаточно просто аннотация введение название первого блока и обратите внимание здесь есть еще короткое пояснение каждому блоку что будет рассматриваться и какие здесь вопросы два вопроса это не очень страшно это не гора и верес это мотивирует открыть посмотреть успокаивает студента а на первом этапе при освоении первого модуля первого блока на первых шагах очень важно создать такую атмосферу безопасности в самом начале для многих студентов первое действие первый шаг становится работа на платформе становится уже сложными особенно если они с ней никогда еще не сталкивались и поэтому наша задача здесь постараться помочь слушателям справиться с их страхами познакомить их друг с другом если это открытая группа и слушатели прежде не встречались выстроить какие-то связи это важно особенно если вы планируете впоследствии применять какие-то групповые занятия разбивать их на подгруппы то важно уже вот это взаимодействие начинать именно с первого блока это такое должно стать этапом формирующим если вспомнить модель групповой работы первый этап формирующий знакомство создание комфортной обстановки прояснение целей и для этого существует второе правило сделайте самое первое задание которые должны выполнить ваши студенты в курсе простым элементарным с быстрым результатом быстрым выигрышем в качестве таких первых заданий могут использоваться анкеты или опросы знакомства предложения заполнить профиль либо какой-то простой диагностический тест но не на уровне знаний например без оценки не проверочный а именно диагностический так чтобы это было легко и просто выполнить что касается опросов или анкет ход хороший задание хорошее но здесь важно соблюдать одно правило при выборе в качестве первого шага анкету или опрос следите чтобы они всегда были тематически связаны с темой вашего предмета или курса и слушатель мог бы извлечь какую-то полезность из этого опроса или анкеты вот пройдя миллион трудностей для того чтобы попасть в курс наконец-то найдя первый шаг который нужно выполнить это заполнение анкеты и заполнив эту анкету из десяти вопросов получив вот такую информацию общую по курсу может быть она важна и нужна для разработчиков но как слушателю вряд ли она прибавит какой-то ценности к изучению предмета поэтому если предполагается опрос или курс следить чтобы он тематически был связан с вашей тематикой самого обучения вот пример из моего курса да я этот прием тоже использую два простых задания следующих друг за другом это знакомство и прохождение вот такого опроса получение ожиданий от курса и здесь тоже приходится выстраивать некую последовательность шагов делать ее максимально понятной для слушателей как это достигается ну я настраиваю например автоматическое оповещение приветствия при регистрации новый пользователь получает вот такое письмо приветственное где указывается уже первый шаг который нужно сделать войдя в курс он уже знает что ему надо в первую очередь зайти в форум гостиная вот он находится здесь для одной группы и для другой группы они закрыты изолированы друг от друга их вижу только я зайти в форум гостиная оставить свое сообщение представиться познакомиться с участниками внутри форума есть пояснение что следующим этапом после того как он познакомится ему необходимо заполнить вот этот опрос и в самом форуме я даю гиперссылкой ссылку на этот опрос для тех участников которые впервые работают на этой платформе использование таких гиперссылок это хорошее подспорье они меньше путаются до тех пор пока не усвоят не познакомятся с визуальным представлением значков иконок обозначающих тот или иной вид занятия и в принципе в этом шаге в приветственном сообщении реализуется следующий прием который можно использовать это давать побольше обратной связи и личных контактов это вот первый блок должен быть таким приветствием вот как приветствие при входе в дом вот так же и первый блок должен быть таким легким и понятным приветствием с большим количеством обратной связи отзывов поддерживающих комментариев можно их давать по электронной почте каждому студенту после выполнения первого задания ну вот пример такого приветствия и навигации в курсе из нашего же курса по геймификации который предыдущий модуль этой программы которая сейчас идет на электронную почту студент получает приветствие пояснение о дальнейшем шаге ну и это такой хороший поддерживающий мотивирующий факт да конечно такую обратную связь давать по всему курсу по всем модулям по всем заданиям может быть не представляется возможным не всегда не всегда есть такая возможность но делать это в самом начале в первом блоке в первой теме в первом уроке просто необходимо для того чтобы студенты чувствовали вот эту поддержку и понимали что с той стороны находится не робот что есть живой человек который заботится об их успехе о их продвижении и готов в любой момент прийти на помощь и вот здесь мы с вами подводим итоги простой заголовок первое простое элементарное задание с быстрым результатом и быстрым выигрышем анкеты и опросы связанные с темой курса и побольше обратной связи и личных контактов и вот следующий этап следующий вопрос представляется достаточно сложным это вопрос границы контрольных точек где еще могут выпадать наши студенты и исчезать из наших курсов и здесь я передаю слово Юрию Николаевичу субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Я думаю, это частный случай именно у Инны Федоровны. Проверьте ваш интернет. Так, и все было нормально. Отлично, технология работает отлично. Это частный момент у одного человека. Такое бывает. Теперь я отвечу по ходу на вопрос. У нас был слайд. Спасибо, что уже мой друг из Санкт-Петербурга, я уже знаю, не путаю его, это не Белянин, а Беляев. Но тоже Игорь Владимирович спрашивает, что такое логистика курса. Ну вот определение я вот сейчас написал. Это наука, хотя некоторые не считают ее наукой. Ну, по крайней мере, направление в экономике, которое определяет, регулирует рациональные потоки движения информации, услуг, в нашем случае это услуг, от поставщика к потребителю, от учителя к ученику, от преподавателя к студенту и так далее. Рационально. Я думаю, что здесь участвуют вопросы и финансирования рационально тоже могут быть. Мы их тут пока не рассматриваем финансовые. Но вот логистику как маршруты, рациональные подачи, взаимодействия, сокращающее время передачи услуги и есть, думаю, я ответил, это и есть ответ на вопрос Игоря Владимировича. И вот третий вопрос. Границы контрольных точек, о чем мы говорили в начале. Вот здесь мы видим динозавров. Это некая аналогия с темной линией в осадочных породах. Если вы помните, из-за извержения вулканов пепел покрыл земную территорию и динозавры исчезли. У нас наступил конец эпохи динозавров. В нашем случае вот эта контрольная точка, это невидимая линия, где наступает внезапное и наибольшее падение интереса. Интереса. И вот это падение интереса заканчивается после первой темы. Вот перед второй темой. Иногда называют их модули, блоки, юниты. Вот здесь вот наступает пропадание интереса. Какие наши рекомендации, исходя из нашего опыта, из опыта коллег за рубежом, о чем мы сегодня тоже практически посмотрим, наши советы сделать первый раздел легким. Вот мы уже говорили, там знакомства, какие-то опросники, какие-то начальные моменты. Второе, там какой-то простейший тест легкий, с легкими заданиями. И следующий, третий совет В, второй блок, вторая тема, второй модуль, даже не тема, а модуль. Первый модуль был введение, как бы знакомство, а вот основной уже должен быть звездным. Вот какие примеры, например, есть это куст криминалистика, мы увидели за рубежом такие примеры. Вот там автор использует заголовок второго блока, профилирующие серийные убийцы. Какие они бывают? Это в предмете криминалистика. Или у преподавателя английского языка, Юни-2, второй был, фильм исследования. Или как исследуют фильмы. А на самом деле они рассматривают ситуации, где нужно отрабатывать упражнения по аудированию. Вот такие вот переходы они применяют. Например, как это делаем мы? Интригующие названия. Совместный поиск новых идей. По программе выделяется один день. Но это не просто поиск идей, это некая история. Татьяна Викторовна ее представляет вот так, что некий профессор Джонс вернулся, ему что-то не хватает. Она придумывает историю. Мы эту историю отрабатываем для чего, чтобы найти некую идею в данном случае о замысле онлайн курса. Другой пример. Пример финальной части некого модуля. Да, какие-то действия выполняли, но в конце наступает следующее приключение. Закончилось одно, начинается другое приключение. Тоже совет. Вы скажете, а при чем тут логистика? Это логистика же не только просто передать какие-то ссылки и информации. Это и сократить время и вызвать решение учебной задачи. С помощью таких графических элементов. Вот еще один пример выхода на следующую тему. Уже тема началась. Тут тоже еще одна история, где нужно купить билет на новый корабль. А чтобы купить билет, надо что-то сделать, какое-то задание. Еще один пример такого. И логистического, и игрового воздействия. И опять мы возвращаемся к аналитике. Уважаемые коллеги, вот такая аналитика. Это 78 студентов в одном курсе. Красный цвет это показывает, что не выполняется. И нужно ли преподавателю ждать. Вот он разработал курс, вложил время. Но он посматривает эту аналитику и видит, что надо предпринимать. У кого-то получается хорошо, у кого-то не очень, но в целом не очень. Красный цвет по его планам не идет. Не выполняется расчет. Значит нужно что? Предпринимать действия. Вот эти действия, мы уже говорили, это может быть рассылка, это уточнение, индивидуальные письма. Не всем, а тем, у кого не получается. Вот это и есть практика. И переходим к следующему опросу. Спасибо, Ирина Николаевич. Уважаемые коллеги, хорошо ли слышно? Все нормально со звуком. Поставьте, пожалуйста, плюсик. Спасибо. Да, мы предупреждаем тех студентов, которые у нас отстают, привлекаем их обратно в курс, делаем рассылки. Но даже самые мотивированные, даже самые успешные студенты, у которых вся аналитика была зеленым цветом, они все равно предпочитают немного передохнуть в конце раздела или урока темы, закончив первый блок, добравшись счастливо до завершения. Есть ли смысл в этом привале? Наверное, да. Невозможно весь курс, особенно если он большой, долгий, продолжительный, пройти на едином дыхании, даже совершая восхождение на Эверест, нам нужно делать привалы, что, собственно, альпинисты и делают. Смысл такого привала в том, чтобы за счет переключения внимания, за счет переключения деятельности отдохнуть, набраться сил и вернуться обратно к продолжению пути. Но здесь нас подстерегает еще одна опасность. Сосредоточившись на других предметах, на других дисциплинах, либо просто решив отдохнуть и поразвлечься, студент может превратить этот привал в затяжной отдых. Поэтому для нас очень важно убедиться, что наши студенты получают напоминания для того, чтобы вернуться к обучению, перейти к следующей теме или закончить курс, и можно это сделать несколькими способами. Вот пример такого напоминания о возвращении в курс, который применяется в Курсере. Во-первых, есть поздравление с счастливым завершением очередного этапа. Есть такое небольшое промо, что ждет нас дальше, название следующего урока или курса и кнопочка «Вернуться в курс». Получив такое оповещение на электронную почту, больше шансов, что студент захочет посмотреть, особенно если здесь какая-то интригующая завязка, которую мы разместили в своем курсе. Она может быть повторена и в напоминании, и он не забудет перейти к следующей теме. Еще один пример, еще один вариант, который можно использовать – это напоминания, это награды. В конце каждого блока выдается какая-то награда, какой-то знак. Это могут быть и заработанные баллы, это могут быть и какие-то монеты. Вот у нас в курсе дополнительно получаем монеты, набираем награды. И также использовать сообщения, использовать уведомления о вручении этих наград, которые студент может увидеть как из самого курса, причем у нас это настроено таким образом, что он может находиться вне курса, но на портале, на сайте. Он все равно увидит это сообщение, больше шансов, что он заглянет, поинтересоваться, что же мы там такое вручили, что за сообщение пришло. И он видит поздравление, и в гиперссылку вернуться в курс, посмотреть значок, а там следующее приглашение к следующему шагу. То же самое напоминание приходит на электронную почту, таким образом минимизируем шанс потерять сообщение студентам. И также приглашение зайти в курс, посмотреть свои награды и дальнейшие шаги. Размещение наград в самом курсе может мотивировать студента переходить к следующим заданиям. Если я вижу, что мне нужно выполнить тест, и за него вручается какая-то награда, больше шансов выполнить это задание. Ну и мы уже говорили пример интригующего завершения. А что хотите, что будет дальше, вы узнаете, перейдя. Вот такими способами можно пользоваться для того, чтобы привал превратить действительно в привал, не дать студентам выпасть. И привал – это всегда предвкушение продолжения приключения. И вот это продолжение приключения мы и можем сделать вот такими простыми действиями, простыми напоминаниями. С одной стороны, студент имеет заслуженную возможность отдохнуть после удачного завершения курса. С другой стороны, мы создаем ему вот это желание двигаться дальше и напоминаем о том, что путь еще не завершен. Но на этом пути нас ждут еще различные препятствия, в том числе и картовые провалы, в которые наши студенты могут пропасть. И Юрий Николаевич, расскажите нам о том, что вы знаете, что вы знаете, что вы знаете, что вы знаете. Спасибо, Татьяна Витерна. Здравствуйте, Любовь Вениаминовна. Рад вас видеть. Вот мы видим, что есть такая пещера, точнее не пещера, а обрыв, куда может оступиться человек. Вот видна его нога, еще чуть-чуть он провалится. Вот примерно такие же ситуации могут возникать в онлайн-обучении. И эти ситуации, провалы в проекте под названием онлайн-обучение зачастую из опыта возникают, в том числе и из моего опыта возникает из-за чрезмерной свободы выбора у обучаемого. Вот видит обучаемый некий курс, тут он плохо виден, это сжатый масштаб, много тем. В любую можно войти, в любой момент. Все темы, все модули доступны, и все по-своему интересны. Куда ему податься? Он и то хочет, и это хочет, в результате он ничего не хочет. Но есть выход, есть методика, и она связана с логистикой. Называется задача делить на дольки, вот такие шоколадные целиком, а по кусочкам. Первый способ, создавайте крошечные микроцели. И вот фрагменты этих микроцелей. Сцена первая, спасти Индиану Джонс. Сцена вторая, найти какой-то поиск идеи. Вот там, чтобы не попасть в плен к друзьям, и выбраться со своим добром на свободу. Третья сцена, расшифровать надписи на каком-то наконечнике, который тоже означает спасение. Дело тут уже не столько в геймификации, а в делении на дольки. Задача постепенно наращивается. Не переходи дальше, пока не сделаешь предыдущую. Микроцели. Вот еще один пример, где расшифровывается, что же там может быть. Например, это может быть форум, в котором представляется некий золотой замысел. Там нужно было сформировать замысел на основе оценки ситуации и обсудить его с коллегами. Маленькое действие, вот эта маленькая задача, только после нее идти дальше к принятию решения. Вот такие простые варианты. Второй вариант. Предложить обучаемые. Не просто задание, напишите эссе о том, что вы поняли по теме 2. Предложить им некий готовый шаблон. Вот как, например, здесь делаю я. Я предлагаю выполнить задание. Оно по важности примерно 20% умения формулировать сюжеты из всего процесса освоения модуля. Но я им привожу пример, потому что понимаю, что сформулировать сюжет не всем всегда возможно. И это сокращает время. Это тоже логистика, может быть информационная логистика. Вот по предмету сопромат нужно выполнить два письменных задания. Но чтобы это было более интересно, а это студенты-очники по ядерной физике, им предлагается смоделировать путешествие Колобка через ядерный взрыв, пережить землетрясение в высотном здании. Что нужно сделать, как это посчитать с помощью сопромата вот это вот здание, сооружение и выполнить некую миссию. Это вот фантастический сюжет, конечно он покажется глупым. Вот его я даю для затравки. Сюжет игровой ситуации. Прочитав вот такой текст, обучаем им легче придумать свой вариант. Они уже увидели, как может быть. Это тоже элемент логистики, сокращающий время и облегчающий избежание вот этих выпадений из курсов. Итак, по этому вопросу мы выявляем опасные места, где может выпасть. Мы предупреждаем это выпадение, делим задачи на микрозадачи, на дольки, на микроцели. И даем шаблоны, образцы. И я опять передаю вещание Татьяне Викторовне. Спасибо. Да, казалось бы, все сделали, все хорошо, все замечательно. Но здесь мы сталкиваемся еще с одним вопросом. Даже осталось три шага до вершины, но не все студенты их проходят. Связано это с тем, что мы часто думаем о завершении нашего курса как-то нейтрально. Ну, закончилось и закончилось. Ну, пришли и пришли. Ну, все, закончили, сделали и все. Но сделано не всегда является достаточным серьезным мотиватором для многих обучающихся. Вот, дорогие коллеги, посмотрите, пожалуйста, на слайд, который у нас здесь приведен. Вы видите, где заканчивается наш курс. Увидели, что нас ждет здесь в конце? И что же мы получим, добравшись до финиша? Он где-то там. Ага, не видим, не видим. Куда бежать? Да, есть. А что в результате? Непонятно. Кроме финишной ленточки, конечно. Где-то там далеко за горизонтом, за линиями прокрутки сокрыто вот то самое ценное, ради чего мы это в курсе проходим. Где же эта дальняя линия финиша? Вот потеря цели, потеря видения. Ага, куда бежать? Видно? Зачем? Непонятно, Ера Яковлевна. Да, спасибо. Не видно. Где же та самая цель, ради которой все начиналось? Здесь мы этого не видим. Есть несколько способов, которые позволяют нам приблизить цель. Если мы не видим, куда двигаться, то все наши остальные действия становятся для нас большим вопросом. Зачем? Поэтому первый прием, который можно применять. Поднимите цель наверх. Вытащите ее из вот тех полос прокруток в самом конце. Поднимите ее наверх. Вот как, например, сделано вот здесь в курсе. Пример напоминания о цели, куда мы двигаемся. Вытащите заголовок курса и сразу же, вот оно выделено у нас, выдача документов, как пример, выдача документов установленного образца. У вас это может быть что-то другое. Тут же можно посмотреть образцы, вдохновиться и двигаться дальше. И каждый раз, открывая курс, в виде заголовок, мы сразу перед глазами видим цель. Итак, первое. Поднимаем цель наверх, делаем ее более зримой, более наглядной. Второй прием, который можно использовать, добавляйте маркеры. Маркеры метки по пути к финишу. Отчет наших достижений, наших успехов – это достаточно сильный мотиватор. Когда я вижу, сколько уже сделано, пройдено уже пять шагов, тема практически завершена, осталось чуть-чуть, всего лишь два шага, и вот он, заветный берег, мне двигаться уже проще. Откроется второе дыхание. Размещайте изображение вот таких наград. Это можно делать и после завершения отдельных тем, разделов или модулей, можно делать после значимых таких контрольных заданий. Вид могут иметь самые различные. Вот примеры здесь приведены. Можно придумать что-то свое. Вера Яковлевна придумала у нас в курсе свои метки, достаточно интересные. Даже простая шкала прогресс-бар может служить вот таким показателем, такими засечками на пути к успеху. Может быть, представлена в разных видах. Честно говоря, мне вот этот второй вид шкалы прогресса нравится немножечко больше. Знаете почему? Догадались? Здесь отсчет общего процента выполнения есть. Да, красиво, очень логично, компактно, четко. Но здесь больше шансов увидеть, больше наглядности визуального представления. Что мне еще осталось, какие шаги мне осталось делать для того, чтобы приблизиться к финишу. И я могу в любой момент вернуться назад, мне уже отсюда из шкалы зайти в те задания, которые необходимо выполнить. То есть, опять же, сокращение времени, затрат времени, более удобная логистика, а значит, больше шансов, что мы наш курс завершим. Итак, итоги по шестому вопросу. Как приблизить линию финиша? Первое, сделайте видение цели более наглядным, приблизьте эту цель к вашим слушателям. Второе, используйте маркеры успеха, награды по пути, сделайте их наглядными. И отслеживание прогресса с возможностью возвращаться к тем недоделанным, недовыполненным шагам. И успех вашему курсу будет обеспечен. Ну вот, уважаемые коллеги, мы вписываемся в наш регламент. У нас по расписанию вебинар длится 60 минут. Мы сейчас можем уже сформулировать итоги и кое-что поиграть. Первый вывод, который я хотел вам представить в начале, сейчас, до начала вебинара, вы видите его на экране. Давайте мы эти выводы сейчас пересмотрим. Я запускаю опросник, опросник именно по этим выводам, и мы отметим свои варианты ответов. Причем тут уже 22 человека проголосовали, результаты вы видите. Вот такие были результаты опроса до начала вебинара. А теперь вы можете сами отметить те выводы, которые здесь есть. Но последний вывод, логистика и результат применения курса. Ничего общего между собой не имеют, пока не имеют никакой статистики. Нулевая статистика. Я не вижу еще, так, идет голосование. Идет голосование. Можно выбирать несколько вариантов ответов. Так, ну пока вот я вижу динамика начального опроса, который был до вебинара. И который сейчас мы видим, немножечко меняется. И видим, что вариант, есть один ярко выдающийся вариант ответа, который нас интересует всех больше всего. Пока это 78% ответивших отмечают, но вот чуть упало 76%. Для нас из всего того, что мы сегодня обсуждали, увидели, вы можете скачать эти все варианты видеоальбома, какие-то решения для себя практически. Для нас самым ценным выводом является вывод, третий. Логистика курса может давать значительный прирост эффектов в обучении. Этот вариант ответа нами отмечался и до вебинара. Мы знали, предполагали, что так оно и есть. Логистика, как процесс движения от поставщика к потребителю, он может иметь как рациональные, так и нерациональные решения. Мы ощущали с вами и раньше. Первый вывод. Качество содержания. Наш талант, наши знания, наши умения, наша любовь к предмету. Это одно, а умение обеспечить это представление логистически, последовательности, это другое. Мы с этим согласны были и раньше, мы просто подтвердили его и сейчас. То есть мы с этим выводом согласны, но не так активно, как с приростом. Вот это вот для меня, например, тревожный вывод, который говорит о чем? Мы надеемся, что наша любовь, наше умение что-то показать, записать какой-то ролик, дать какую-то задачку интересную и полезную, допустим, для сдачи экзамена какого-то. Достаточно для того, чтобы студент раз пошел, записался и дошел до финиша. Вот не все коллеги это осознают, поэтому только 35% наших уважаемых участников отмечают этот вывод как полезный, как правильный, этот вывод, эту гипотезу. Я не могу сказать, что у нас есть статистические данные, результаты научных исследований, о том, как все нами сказанное влияет в процентах на успеваемость, сколько это будет стоить и так далее. Таких исследований у нас нет. Мы доводим только ту практику, мы заявили, что это практика. Да, возможно, да, возможно, да. Вот я рад, что к нам подключается в дискуссию Владимир Валентинович, буду рад, если тоже еще подключится. Я согласен, что то, о чем мы говорили, в основном это дидактика. Иногда я называю это методика преподнесения. Да, 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 но логистика, она же не всегда последовательная, она бывает и нелинейная, она может быть и сетевая. Но мы отмечаем, что если провал существует, то этому есть объяснение. Вот, я вижу, что мы соглашаемся и можем спорить. Нет, вот поступают частные вопросы, коллеги. Давайте обратим внимание, тогда закроем, у нас еще есть время немножечко. Обратим внимание, с чего мы начинаем. Вот, логистика. Наличие заголовка. Это методика. Это дидактика. Это что? Это графическое исполнение, размещение крупными буквами текста наверху. Это дизайн. Мы надеемся, что они будут с нами работать. Мы понимаем, что прежде чем они в курс войдут, они сделают кучу разных действий, интеллектуальных и логических. Нам нужно сделать эти действия. Но, пока они их сделают, мы видим, что им уже неинтересно выполнять следующее. Вот этот дизайн, можно назвать это дизайном, а можно назвать это и логистикой. Это то место, откуда идет поток. Поток. Вот о чем, коллеги. Школа или не школа, но вы ответите на вопрос. Размещение информации в определенных местах. Вверху, внизу, в центре, сбоку. Это логистика. Это не методика и не школа. Поэтому мы можем спорить. Но это есть. Давайте продолжим. Конечно, несовместимые, но мы говорим, Владимир Валентинович, о вести. Обращаю внимание. Вот эти потоки часто размещают в центре, где идет тема, вопросы, занятия и так далее. А туда еще размещают то, что к теме не относится. Это дидактика? Нет. Это не дидактика, это логистика. Как бы вы ни говорили о ценности каких-то школ. Идем дальше. Вот этот смысловой сдвиг одного, вложенного от другого, это не дидактика. Совершенно верно, Ирина Алексеевна. Это один из инструментов, просто графическое, пространственное размещение того же самого, но не полосой колбасой сверху вниз, а в данном случае с размещением в виде иерархии, в виде вот этих сдвигов. Это маленький элемент логистики. Вот пример из практики. Какая тут дидактика? Он просто-напросто показывает основной раздел, сейчас я возьму, и вложенные разделы. Вот. Без всяких слов, без всяких пояснений мы видим эту вложенную иерархию. В данном случае, это не дидактика, изображение пишущей руки на фоне отдельного блока, это просто вот это выделение, визуально, пространственное выделение смысла вот этого блока. А здесь пошел раздел, связанный с практикой. И для усиления, для сокращения слов, чем больше слов, тем меньше их читают. Вот она использует автор вот этот прием, графический, указатель, показывает. Давайте дальше пройдемся. Здесь. Это и визуальный, и местоположение. Ну, извините, давайте посмотрим на источники, где авторы пишут об этой логистике. Давайте еще пойдем дальше. Возможно, здесь барьерный риф, где проблема один, это психология. Но она превращается, может быть и дидактика, она превращается в топономию, в топонимику, в размещение в пространстве, где вначале идет не первая лекция тема 1, а погружение, где как можно меньше сложных заданий. Спасибо. Здесь можно говорить о смешанных подходах и дидактика, и методика, и целеполагания, и теории обучения. Но оно все правильно превращается тогда, когда мы берем мышку, мы пишем тексты, мы начинаем размещать в виде последовательности. Вот как бы на открытой платформе, хорошо бы ни было подготовлено контентное содержание наполнения, но есть моменты, которые чисто графически или логистически, по последовательности, по размещению, нам иногда создают некую конфузию. И вот я, допустим, опытный, многие тут опытные сидят, но студент, когда видит, он и понимает, что куда, зачем идет, будут для него конфузивщими. Здесь мы даем действительно советы, как это все реализовать и способы анализа. Вот это вот уже мы видим, что нам делать, способ как из этого пике вытащить. Мы видим, почему вот у одних удается, а других нет. Начинаем анализировать, смотреть. Мы пытаемся искать эти перегрузки, интеллектуальные перегрузки. Мы предлагаем, не грузите сразу и сложным, дайте им постепенно познакомиться, дайте им легкое задание, научитесь заполнять профиль. И мы так сложно, вы слышали про вот эту теорию молодого поколения, которое быстро, у них клиповое мышление, они стараются, они быстро отличают что-то рекламу, что-то им врут. Они все быстро соображают, но они делают слишком быстро. Если их сразу загрузить каким-то сложным материалом, которые они не привыкли слушать, они могут потерять интерес. И вот пространственно дайте им вначале что-то легкое, быстрое, удачное, где они сразу получат результат. Какой-то легкий диагностический тест, чтобы у них психологически вот в этом пространстве возникло понимание, облегчение. Спасибо Елена Юрьевна еще раз. Ублажать сущности не надо. Не надо кидаться термином это логистика. Нужно просто понять дух, что это идет визуально, последовательно то или иное решение. Мы не призываем же никого. Вот, например, разве надо было в начале обучения по предмету логистика давать анкету обучаемому, которая вообще не связана с предметом. Вот что вы бы не говорили про дидактику, про роль восьми ведущих вузов. Я не согласен. Я не понимаю зачем это. Вот он смотрит эти результаты и не видит смысла. Спасибо еще раз, уважаемые коллеги. Я рад, что у нас мнения не совпали. Мы не говорим, что это чистая логистика, как вот для заработка. Мы говорим, что логистика это тот момент, который нужно грамотно, графически, визуально, в определенной последовательности. Что-то в центре. Ведь курс это что-то центральное, что-то находится сбоку или где-то в подвале. Вот это и есть логистика. И плюс логистика это то, что создает постоянное движение вперед. Движение к этой цели, которая находится в финише. Мы приходим к финишу. К последнему слайду снова. Я рад буду продолжить дискуссию со всеми желающими. Вот эти выводы. Мы говорим, как рекомендации, мягкие навыки. Мы тоже не знаем, с чего в идеальном. Мы к этому стремимся. Ну и для того, для тех, кто желает продолжить, мы предлагаем продолжить в микрокурсах. В микрокурсах. Я благодарю все, кто пришел, задавал вопросы. Да, здесь мы не говорили, я согласен с Вячеславом Александровичем. У нас тема не была теоретическая. Это был практический обмен. Как это назвать? То ли логистика, то ли дидактика, то ли методика. Нам казалось, что это логистика. Это должно быть тут, потом должно быть это. Выделить его такой полосочкой, сдвинуть вправо, усилить графикой. А смысленно это и есть логистика. Это наша точка зрения. Да, здесь нам действительно, мне кажется, увидеть результат. Мы его увидели. Спасибо всем. Спасибо. Ответ на вопросы из вкладки будут. Алексей Александрович, ответы на вопросы из вкладки. А, во вкладке я ответил. Я ответил по бесплатному плагину под названием Progress Bar. Он применяется у Гущина. Я ответил на этот вопрос. А какой еще вопрос, извините? По-моему, я на все вопросы ответил во вкладочке индивидуально. В общем, коллеги, я еще благодарю за то, что у нас сегодня Татьяна Викторовна активно поработала. Мы, если так согласованно работали по очереди. Это был наш некий прием. Как делить роли и не мешать друг другу. Берите такую практику и себе показывайте лучшие интересные варианты проведения вебинаров, занятий. Всего доброго. Всех благодарю. А также тех, кто не всегда соглашался с нашей позицией. Нам это приятно. Татьяна Викторовна. Всем большое спасибо за сегодняшнее участие, за ваши отзывы, пожелания. Всем участникам большое спасибо Юрию Николаевичу за возможность сегодня выступить. И сегодня мы с вами говорили о дистанционных курсах, о построении дистанционного курса. Но если есть вопросы по построению, например, занятий в аудиторном формате, пожалуйста, тоже можете обращаться. Эта тема тоже отработана. Это третий микрокурс нашей программы «Логистика курса. Карты, этапы, маршруты». Приглашаем всех, пожалуйста, приходите, задавайте свои вопросы. Давайте не будем сегодня... Коллеги, всем всего доброго. Я выключаю запись. Ждем вас на наших следующих вебинарах. Наши все вебинары бесплатные. Не волнуйтесь, денег мы за это не просим. Но кому нужно удостоверение или сертификат участника, обращайтесь. Мы всегда вам дадим нужную информацию. Все, что вам требуется. Все.